Йоу, с вами в эфире обновлённый Хэйт Экс Трэвелерс. Чё ты не стихотишь? В общем, мы прошли албанскую границу. Я тебя вырежу. Получается, вечером его на Трубной задержали. Двое суток его продержали сначала у ВД Фили, Давыдкова, да, потом ещё какое-то было. Потом уже через эти два дня, как только он вышел из отделения, мы с ним созвонились. Всё нормально, типа, всё хорошо. И он как раз через пару дней приехал сюда домой. Ну, в Лоурске, вернее, да, потому что родители были дни рождения. Мама сказала, что даже не упоминала про это. Ну, конечно, мы про это не говорили родителям. Ну, все своих родителей берегут. Немножко другого формата люди, старшие, со своими убеждениями и так далее. Они понимают, что происходит, но иногда лучше и легче отмахнуться, чем постоянно быть в этом. Я так понимаю, что политикой он не сильно интересовался? Или у вас как-то... Нет, ну, я не могу сказать, что он приверженец какой-то там политической партии. Ну, тут вопрос тоже, конечно, по поводу партии или какой-то политической силы, или какого-то политического деятеля. Он скорее за справедливость именно больше. Например, на согласованном митинге мы с ним вместе ходили. Он рассказывал про то, что силовики применяют силу, и это, ну, ужас какой-то происходит. И вот этот момент как раз-таки, где девушка с парнем... Ну, это самый главный момент просто, который стал сейчас, да. Я ему пишу, ты представляешь, что вообще происходит, какой ужас. Ну, там чуть ли не мне со мной вставать и быстро ехать в Москву, что вообще как. И он, ну да, типа, я это видел все. Это вообще жуть, что происходит. Когда вот начали всех собирать, мне реально было страшно, потому что, ну, был бы человек, кстати, и найдется. Из таких идеалов эта экологическая повестка у нас осталась. То есть мы сортируем вторсырье, сдаем. И тут у нас недалеко есть пункт сбора собиратора. Ну, и вот с животными у нас тоже это осталось. В том году весной он подобрал кошку в Волжском, там привез сюда. Всего она тут у нас окрепла, морально, физически потолстела. И мы потом нашли ей добрые руки, новую семью, и все прекрасно. А вот, по-моему, уже еще донорство, да? Да, да, Егор донор уже более 8 или 10 лет. Ремонтом, да, он занимался? Да, да, да. Он в последнее время хотел именно умные дома. То есть вот эту всю систему налаживать. Были мысли о том, чтобы сменить деятельность. И мы хотели заняться туристическим бизнесом. То есть мы постоянно путешествовали, мы в Европу гоняли на машине. На самом деле, это центр Македонии, это какой-то гипербелизированный кто? Там еще и корабль, и еще сотни других статуй. Были планы купить минивэн и гонять такие туры. Планы были вот сделать это вот-вот-вот сейчас. Но, к сожалению, пока это застопорилось. Я понимаю, что жизни уже прежней не будет. Уже не будет так, как раньше. Но я хочу верить все-таки, что все наладится. Это помогает мне держаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!